Hello, dear friends! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение английского языка. Сегодня четвертый урок. Ранее вы прослушали один урок фонетики и два урока грамматики. Узнали о некоторых правилах чтения английских слов и основных принципах построения английских предложений. А также потренировались в использовании этих правил, сообщив окружающим некоторые сведения о себе. Последнее очень важно, так как без регулярных занятий нельзя добиться прогресса. Прежде чем продолжить изложение материала, я бы хотел напомнить вам основные принципы построения утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. В английском предложении всегда есть глагол. Если предложение утвердительное или отрицательное, то перед глаголом стоит подлежащее, а в вопросительном предложении наоборот. Подлежащее стоит после глагола. Глаголы бывают двух видов – сильные и слабые. Сильные глаголы сами образуют отрицательные и вопросительные формы. Слабые пользуются услугами вспомогательных глаголов для отрицания своего действия и вопросов. Глагол be – быть – является сильным. Ему помощь не нужна. I'm not a student. I'm a teacher. Я не студент. Я учитель. Are you a student? Вы студент? Глагол do может быть как основным, слабым, так и вспомогательным, сильным. I do not do exercises. Do you do homework? Я не делаю упражнения. Вы делаете домашнее задание? Я не говорю на немецком. Вы говорите на итальянском? Кроме be и do категории сильных относятся еще ряд глаголов, выполняющих определенную функцию предложения. Три из них мы рассмотрим в этом уроке. Вспомнили? А теперь ответьте на вопрос. Можете вы говорить по-английски? Я считаю, что надо ответить утвердительно. Да, я могу. Потому что отрицательный ответ не соответствует действительности. Вы же освоили основные принципы, то есть качественно вышли на новый уровень. Дальше будет количество. Кроме того, отрицательный ответ нет, я не могу говорить по-английски будет постоянно вам мешать в дальнейшем, вызывать сомнения в своих силах, демотивировать. Разве вы хотите гамлетовских мучений? Нет? Тогда отвечайте уверенно. Yes, I can. Да, я могу. Итак, мы уже начали использовать глагол can, мочь. I can. Я могу. Но это только начало предложения. Дальше нужно добавить инфинитив другого глагола, чтобы сразу сообщить окружающим о своих навыках и умениях. Давайте попробуем. Заодно вспомним другие глаголы, которые мы вводили в третьем уроке. Начнем с глагола speak, говорить. Упражняться мы будем, как и раньше. Я буду произносить предложение для перевода по-русски, делать небольшую паузу, чтобы вы могли сами попробовать перевести мое предложение на английский язык, затем читать перевод для контроля вашей речи. Поехали. Let's go. Первое предложение. Я могу говорить по-английски. Переведите, пожалуйста. Проверьте, пожалуйста. Я могу говорить по-английски. Вспомните следующее выражение. Читать и писать по-английски. Теперь переведите предложение с этой фразой. Я могу писать и читать по-английски. Проверьте, пожалуйста. Я могу читать и писать по-английски. Следующая фраза. Понимать по-английски. Understand English. Переведите предложение. Я могу понимать по-английски. Check, please. Проверьте, пожалуйста. I can understand English. Я могу понимать по-английски. Вот видите, вы владеете всеми четырьмя навыками. Речь, чтение, письмо и понимание со слуха. Пусть пока на начальном уровне. Но главное, можете. Начало положено. Дальше будет проще. Теперь проспрягаем глагол can по всем лицам. I can. You can. Ты можешь. You can. Вы можете. We can. Мы можем. They can. Они могут. He can. Он может. She can. Она может. It can. Он, она, оно, неодушевленный предмет, может. Как видите, все очень просто. Лишь одна форма для всех лиц. А вы сомневались, что можете говорить. Можете. Продолжайте. Радуйтесь. И удивляйтесь, как это все просто. И гоните сомнения. Ибо, как говорится в одной умной книге, да будет ответ ваш да-да или нет-нет. Ибо что сверх того, то от лукавого. Ваш ответ должен быть да. Иначе будете всю жизнь на уровне языка ниже того, которого вы заслуживаете. Продолжим. Глагол can сильный, а значит сам. Без помощи вспомогательных глаголов может образовывать отрицания и вопросы. Потренируемся. Вспомним фразу. Говорить по-японски. Speak Japanese. Теперь переведите предложение с этой фразой. Я не могу говорить по-японски. Проверьте. I cannot speak Japanese. Я не могу говорить по-японски. Обратите внимание, что can, в отличие от do, в отрицательной форме пишется слитно. I do not speak. Я не говорю. I cannot speak. Я не могу говорить. Продолжим. Читать на голландском. Read in Dutch. Переведите. Можете вы читать на голландском? Проверьте. Can you read in Dutch? Можете вы читать на голландском? Следующая фраза. Какой язык? What language? Понимать. Understand. Переведите вопрос. Какой язык можете вы понимать? Проверьте. Какой язык вы можете понимать? Какой язык вы можете понимать? Где? По-английски where. Учить немецкий? Learn German. Переведите вопрос. Где можете вы учить немецкий? Проверьте. Where can you learn German? Где можете вы учить немецкий? Согласитесь. Очень похоже на структуры со вспомогательным глаголом do. Сравним. Первое предложение. Я не говорю по-японски. Переведите. Я не говорю по-японски. Я не говорю по-японски. Вопрос. Вы читаете по-голландски? Попробуйте перевести. Проверьте. Do you read in Dutch? Вы читаете на голландском? Следующий вопрос. Какой язык вы понимаете? Попробуйте перевести. Проверьте. What language do you understand? Какой язык вы понимаете? И последний вопрос. Где вы учите немецкий? Попробуйте перевести. Проверьте. Where do you learn German? Где вы учите немецкий? Теперь сравним can, much, с другим сильным глаголом be. Are you positive about your English? Вы позитивны в отношении своего английского? В первом вопросе глагол be выполняет две функции. Вспомогательного и основного. Играет роль сильного глагола. Во втором вопросе у него одна роль – придать смысл высказыванию, быть позитивным. Роль вспомогательного играет глагол can, передавая при этом дополнительный смысл возможности быть позитивно настроенным относительно своего прогресса в английском. Я уверен, что вы знаете ответы на оба вопроса. Это да-да. Если ваш ответ нет-нет, то лучше заняться чем-то другим и не терять времени. Из изложенного выше ясно, что глагол can, как и do, является сильным вспомогательным глаголом. Но в отличие от do, который в функции вспомогательного глагола никак не переводится на русский язык, глагол can имеет значение, или, как говорят лингвисты, модальность, или отношение говорящего к действию основного глагола. Поэтому такие вспомогательные глаголы имеют свое название – модальные. Они очень популярны в английском языке, их достаточно много. Но мы в нашем начальном курсе ограничимся тремя. Каждый из них выражает свое отношение к действию основного смыслового глагола или свою модальность. Can – умение, навык, возможность события. Must – дожествование, запрет. May – разрешение, запрет. Итак, you can be positive about English, and I can be positive about your English. А раз так, давайте упражняться в употреблении модальных глаголов. Напомню вам, что писать книгу – write a book. Переведите предложение. Я должен писать книгу. Проверьте. I must write a book. Я должен писать книгу. Учить английский? Learn English. Переведите. Вы должны учить английский. Проверьте. You must learn English. Вы должны учить английский. Дети – children. Идти спать – go to bed. Поздно – late. Переведите. Дети не должны или детям нельзя идти спать поздно. Проверьте. Children must not go to bed late. Дети не должны идти спать поздно. Делать упражнения – do exercises. Переведите вопрос. Должны мы делать упражнения? Проверьте. Must we do exercises? Должны мы делать упражнения? Когда – when. Закончить этот урок? Finish this lesson. Переведите вопрос. Когда должны мы закончить этот урок? Проверьте. When must we finish this lesson? Когда должны мы закончить этот урок? Модальный глагол may говорит о том, что можно или нельзя делать разрешение. Слушать радио в машине? Listen to the radio in the car. Переведите. Мне можно слушать радио в машине. Проверьте. I may listen to the radio in the car. Мне можно слушать радио в машине. Разговаривать по телефону в театре. Speak on the telephone at the theater. Переведите. Мне нельзя разговаривать по телефону в театре. Проверьте. I may not speak on the telephone at the theater. Мне нельзя разговаривать по телефону в театре. Говорить по-русски на уроке английского. Speak Russian at the English lesson. Переведите. Можно нам говорить по-русски на уроке английского? Проверьте. May we speak Russian at the English lesson? Можно нам говорить по-русски на уроке английского? Входить. Come in. Переведите. Можно я войду? Проверьте. May I come in? Можно мне войти? Выходить. Go out. Переведите. Можно мне выйти? Проверьте. May I go out? Можно мне выйти? Курить. Smoke. Здесь. Here. Переведите. Можно мне курить здесь? Проверьте. Проверьте. May I smoke here? Можно мне курить здесь? Где? Where? Садиться. Sit down. Переведите. Где можно мне сесть? Проверьте. Where may I sit down? Где можно мне сесть? Ответы на все общие вопросы будут. Yes, I can. You can. They can. He can. She can. It can. Или Yes, I must. Yes, I may. Или No, I may not. В зависимости от модального глагола и лица в вопросе. Отвечать просто yes или no, как вы помните из урока 2, не совсем вежливо. Кроме того, в разговорном английском модальный глагол can может заменять модальный глагол may в значении разрешения или запрета. В последнем случае используется его сокращенная форма. Can't. Can I sit down? Можно мне сесть? You can't smoke here. Вам нельзя курить здесь. Can I have a cup of tea? Можно мне чашечку чая? You can't speak Russian at the English lesson. Нельзя разговаривать по-русски на уроке английского. Но в этом значении глагол can более разговорный, чем may. Поэтому в ситуации более формальных отношений учитель, ученик, начальник, подчиненный лучше использовать модальный глагол may. May I ask a question? Можно мне задать вопрос? You may not come to work late. Нельзя приходить на работу поздно. Модальные глаголы, рассмотренные в этой главе, важные, но не единственные представители этой очень интересной и полезной группы английских глаголов. Но на данном уровне мы ограничимся тремя, так как наша цель – освоить принципы, чтобы как можно скорее начать общаться с носителями языка или другими иностранцами, использующими английский язык для общения. А чтобы помочь вам в этом, оставшуюся часть нашего урока, я посвящу закреплению пройденного материала. Делать это мы будем, как обычно, через перевод моих предложений на английский и последующим контрольным чтением и повторением. Начнем с глагола be – быть. Поехали. Let's go. Учитель – teacher. Переведите. Я – учитель. Проверьте. I am a teacher. I am a teacher. Я – учитель. Поскольку наш курс разговорный, то пришло время поговорить о сокращенных формах глагола be и do. Я их буду приводить во вторых строках ответов на перевод. Эти формы уместны в повседневном общении и переписке хорошо знакомых людей. В официальной переписке лучше избегать сокращений и пользоваться полными формами. Продолжим повторение. Учащийся – learner. Переведите. Я – не учащийся. Проверьте. I am not a learner. I am not a learner. Я – не учащийся. Апостров после буквы I означает в данном случае пропуск буквы A. В других сокращениях он будет обозначать пропуск других букв в полных форм. Произношение при этом тоже меняется. Обращайте на это внимание при контрольном повторении за мной. Продолжим. Переведите. Мы – россияне. Мы – россияне. Англичане. English. Переведите. Мы – не англичане. Проверьте. Мы – не англичане. Студент. Student. Переведите. Он – студент. Проверьте. He is a student. He is a student. Он – студент. Итак, студент по-английски будет student. А как будет по-английски студентка? Догадались? Правильно. Тоже student. Потому что, как я надеюсь, вы помните из наших предыдущих презентаций, категория рода у существительных английского языка отсутствует. Поэтому «этыча» может быть и учителем, и учительницей, а «презента» – ведущим и ведущей, а «босс» – начальником и начальницей. Остается очень небольшое количество слов, где различие пока сохраняется. Например, Waiter – официант. Waitress – официантка. Stewart – steward. Stewardess – stewardess. Но современная тенденция – либо использовать одно слово мужского рода для обращения к представителям обоих полов, например, waiter, либо вводить новое слово, где нет прямого указания на гендерное различие – flight attendant – бортпроводник. Поэтому догадаться, идет ли речь о женщине или мужчине, можно либо по контексту, либо по используемому местоимению – he или she. В этой связи хочу сразу предупредить вас о типичной ошибке, которую русскоговорящие слушатели допускают при использовании слова friend – друг, подруга. Предложение «это мой друг» и «это моя подруга» переводится одинаково. Известные выражения boyfriend и girlfriend подразумевают больше, чем просто дружба. Поэтому возникает достаточно комичная ситуация, когда женщина, рассказывая о себе, говорит по-английски, что у нее есть подруга так Но это неправильно. Правильно сказать надо так Если нужно внести ясность и явно сказать «мужчина это» или «женщина», то можно добавить, например, Продолжим наше упражнение по использованию личных форм глагола to be – быть. Люди – people Переведите Они – люди Проверьте They are people Они – люди Животные Animals Переведите Они не животные Проверьте Проверьте They are not animals They aren't animals Они не животные Теперь несколько вопросов с глаголом to be Кто? Who Переведите Кто вы? Проверьте Who are you? Кто вы? А теперь переведите такой известный вопрос Кто есть кто? Проверьте Who is who? Who is who? Кто есть кто? Что? What? Ваше имя Your name Переведите Как ваше имя? Или дословно Что есть ваше имя? Проверьте What is your name? What's your name? Как ваше имя? Где? Where? Переведите Где он? Проверьте Where is he? Where is he? Где он? Откуда? Where from? Переведите Откуда она? Проверьте Where is she from? Where is she from? Откуда она? И, наконец, полезная серия Вопрос с глаголом to be и вопросительным словом Как? How? Переведите Как вы? Проверьте How are you? Как вы? Сколько лет? Или дословно Какой старый? How old? Переведите Сколько вам лет? Проверьте How old are you? Сколько вам лет? Какой высокий? How tall? Переведите Какого вы роста? Или дословно Какой вы высокий? Проверьте How tall are you? Какого вы роста? Как далеко? How far? Переведите Как далеко это? Проверьте How far is it? Как далеко это? Как много денег? How much money? Переведите Как дорого это? Или дословно Как много денег это? Проверьте How much is it? Теперь поупражняемся в использовании do в качестве вспомогательного глагола Работать Work В школе At school Переведите Я работаю в школе Проверьте I work at school Я работаю в школе В офисе In an office Переведите Я не работаю Я не работаю в офисе Проверьте I do not work in an office I don't work in an office Я не работаю в офисе Второй вариант Сокращённая форма Do not Вопросы Сколько? Как много? How many? Переведите Сколько у него детей? Проверьте How many children does he have? Сколько у него детей? Как часто? How often? Переведите Как часто вы делаете упражнения? Проверьте How often do you do exercises? Как часто вы делаете упражнения? Теперь несколько смешанных вопросов и ответов Со всеми сильными вспомогательными глаголами Be, do, can, must, may Плавать Swim Переведите Можете вы плавать? Да, могу Нет, не могу Проверьте Can you swim? Можете вы плавать? Yes, I can Да, могу No, I can't Нет, не могу Каждый день Every day Переведите Как часто она плавает? Она плавает каждый день Проверьте How often does she swim? Как часто она плавает? She swims every day Она плавает каждый день Быть в форме Be fit Переведите Почему она плавает каждый день? Потому что она должна быть в форме Проверьте Why does she swim every day? Почему она плавает каждый день? Because she must be fit Потому что она должна быть в форме Рано утром Early in the morning Переведите Когда она плавает? Она плавает Она плавает Рано утром Проверьте When does she swim? Когда она плавает? She swims early in the morning Она плавает Рано утром Приходить на работу поздно Come to work late Переведите Почему она плавает рано утром? Потому что ей нельзя приходить на работу поздно Проверьте Why does she swim early in the morning? Почему она плавает рано утром? Because she may not come to work late Because she must not come to work late Because she can't come to work late Потому что ей нельзя приходить на работу поздно В заключении кратко рассмотрим две важные категории Но уже английских существительных А именно числа исчетности Или исчисляемости Первая категория А именно единственное множественное число По-английски Singular Единственное число Plural Множественное число Здесь просто нужно знать правило Образование множественного числа существительных Оно заключается в добавлении окончаний s, es или i, es к форме единственного числа Причем добавляемое окончание зависит от конечного звука существительного в единственном числе Обычно добавляется окончание s Teacher Учитель Teachers Учителя Lona Учащийся Lona Учащийся Student Студент Students Студенты Clock Часы Настенные, настольные Clocks Множественное число от слова clock Box Коробка Boxes Коробки Watch Часы наручные Watches Множественное число от слова watch Country Страна Countries Страны Lady Lady Ladies Леди Men Мужчина Men Мужчины Woman Женщина Women Женщины Child Ребенок Children Дети Gentleman 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 Lady 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 Одна Ladies Lady Много Мы заканчиваем наш урок Надеюсь, теперь у вас появится желание выйти в интернет и найти друга по переписке А может быть даже и по разговору в скайпе Вперед! Вы уже это можете делать Успехов! Good luck! See you next lesson! Увидимся на следующем уроке! Goodbye!